Много претензий различного характера, различного рода у представителей Барселоны, у тех людей, которые ей симпатизируют и могут влиять на политику команды. Ну и, конечно, переход Неймара. Это то, что многих задело. И, наверное, вновь снова. Марк Андре Терстегин в воротах под первым номером. Второй Нелсон Семеду. Третий Жерар Пике. Возвольный еще и новый тренер Эрнесто Вальверде, специалист, который себя очень здорово проявил в работе с атлетиком из Беличи. Делегат Куэфан Пеодор Рая. Состав туринского Ювентуса на эту встречу и десятый Пауло Дибало. Масимиряно Олегри остался главным тренером Ювентуса. Он же сегодня Матео Дешильо. Бентанкур только сейчас добежал. Дешильо с левой ноги бьет. И мяч пролетает рядом со штангой ворот Марка Андре Терстегина. Матео Дешильо, конечно, очень хорош в том числе своим умением пробить как с правой ноги, так и с левой. И Дешильо настаивает на том, что в этом эпизоде должен быть назначен... Коскост отличный пас Пауло Дибало. Догонит ли его Нельсен Семеду? Еще Жорди Альба помогает. Бьет Дибало по воротам по Ювентусу. Но, как вы помните, Испания вообще шансов итальянцам не оставила. В отборочном матче к чемпионату мира в России испанцы были очень хороши. В пике Блес Матуиди. Пьянич красиво обыграл Бускетца и пробил по воротам Миралем Пьянич. И здесь Терстегин опережает Пауло Дибало. У Миралема Пьянича, конечно, не лучшие воспоминания связаны с этим стадионом. Потому что в свое время, когда он еще выступал за Итальястом... ...там штрафной открывается Луис Суаре. Синьеста двоих обыграл и нарушает правила. Конечно же, это фолл со стороны Блеса Матуиди. Толкает он спину Андре Синьесту. И, может быть... ...мы с вами убить в итоге будет делать. Конечно, все внимание. Десятки каталонцев. Разбег Месси. Удар Месси. И низом Суаре. Ух ты! Браво, Джан-Луиджи Буфон! Какой неприятный удар получился для вратаря итальянской команды. И посмотрите, как оценили полевые футболисты туринцев. Это спасение Джан-Луиджи Буфона. Прям под перед... Разворачивается, смещается в центр Дуглас Коста. Уходит от двоих соперников. Отличный заброс Бентанкур. Штрафной удар, который блокирует Джорди Альба. Ну вот, что значит команды с... Потрясающими исполнителями. 23 минуты сыграли. Сколько уже было ситуаций, когда один футболист... Дебалану рядом есть Гонсало Игуаин. Проследовал на него передачи. Игуаин бьет с левой ноги. Крайне тяжело пробиться в штрафную в таких условиях. Но Барселона из тех команд, которые это умеют делать. Вот такая ошибка! Удар мимо! Вот это момент! Усман Дембеле! Настоящий голевой момент. Но, смотрите, Буфон тоже удивлен. Арбитр назначает угловой. Быть опасно. Но может быть опасно и по-другому. Месси играет с Суаресом. Месси входит штрафной. Удар в дальний угол! Гол! 1-0 на 45-й минуте. Месси забивает. Месси прерывает серию его личных, не слишком удачных матчей против Джан Луиджи Буфона. Не смог Буфон повторить достижения Сергея Рыжикова. Месси, сыграв стенку с Луисом Суаресом, выводит каталонца вперед на последней минуте первого тайма. Концовки таймов, что первого, что второго. Барселона способна именно вот в эти отрезки прибавлять. Но здесь я бы не сказал, что Барселона прибавила. Она нашла свой момент. И Лионель Месси им воспользовался. Одну минуту действительно переиграли в первом тайме команды. И 5-й Луис Суарес. Эрнесто Вальверде проводит первый матч в Лиге Чемпионов в качестве главного тренера Барселона. Тайми бил поворотом чаще, чем Барселона. В створ также чаще попадал. Но гол на счету. Двух штрафной подбирает Альба. Снова Месси. Еще один удар. Штанга! Буфон, поднимайся! Нет, ну похоже, ушел там мяч за пределы поля. Но какой сейчас мог быть курьезный гол. Мяч попадает в штангу. После удара Лионеля Месси отлетает в спину. Вратарь, если помните, в свое время в Лиге Чемпионов, кстати, забил в похожей ситуации Андрей Тихонов в Лужниках в ворота Миланского Интера, выступая за Спартак. По-моему, касание делается передачи около чужой штрафной площади. Тогда, конечно, опасно все. Еще Месси. Это очень опасно. Прострел от лишнего. Ракитич удар 2-0! Барселона забивает второй. Иван Ракитич сразу же бежит поблагодарить Лионеля Месси. Вот она! Страшная, смертельная, быстрая атака каталонской команды. 2-0 на Кампноу. Недовольный Бентанкур. Ну и не просто так сделан акцент именно на Лионеля Месси. Именно он стал настафоном. Ну и сейчас такая же расстановка Месси и Суарес. Удар наносит Месси. Вот он справляется. Угловой. Конечно, если Барселона сейчас не успокоится. Передача на левом Месси. Он уже около штрафной. Месси. Мяч под левый. Месси. Удар! Какая красота! 3-0! Вот ровно то, чего можно было ожидать в этой ситуации происходит. Барселона на скорости. И снова Месси наносит удар, с которым ну никак не может справиться Джан-Луиджи Буфон. Не очень сильно, но точно в угол. 3-0! Барселона прямо сейчас, ну в некотором смысле берет реванш. За поражение в четвертьфинале тогда Ювентус...